Всем привет! Сегодня я себя поздравляю! Сегодня 27.06.2023 года и у меня сегодня 20 тысяч подписчиков! Поздравляю! Благодарю тебя, Акмаль! И в связи с этим я делаю вам подарок актерам. Также будет еще один подарок, но уже тем, кто любит позитивно начинать день. Итак, сегодня мы с вами сделаем упражнение на замену. Значит, для начинающих актеров, если вы не знаете, что такое замена, я сейчас объяснять не буду. Вы это найдите где-нибудь или купите ему учебник «Мощный актерский мастер-класс». И, собственно говоря, там есть глава, посвященная как раз замене. Но делая вот это упражнение, которое мы будем делать с моим учеником, зовут его Акмаль, вы, в принципе, кое-что поймете, поэтому обязательно его сделайте. Ну, а актеры, которые знают, что такое замена, вам, в принципе, будет легко и просто сделать это веселое, хорошее, очень полезное упражнение. Итак, в чем заключается упражнение? Мы с вами будем говорить какое-то слово или словосочетание. Допустим, «не хочу». Соответственно, вы понимаете внутри себя где-то, что вы не хотите, именно не хотите. Допустим, вы не хотите видеть своего бывшего. Соответственно, вы ставите перед камерой, если вы одни, то делайте это упражнение перед камерой. Вы ставите своего бывшего и произносите «не хочу». Ему, этому человеку, вы произносите «не хочу». С подтекстом «не хочу тебя видеть». Если, например, мы с вами берем слово «прости», ну, например, я хочу попросить прощения у своего кота, которого я сегодня стукнула, соответственно, я ставлю своего кота и говорю «прости». А если я хочу попросить прощения у своего сына, например, да, то, соответственно, я поставлю своего сына и попрошу прощения у него. Но я буду знать, за что я прошу прощения. Это надо обязательно тоже знать и понимать. Соответственно, я сейчас ставлю своего сына. Прости. Я не буду говорить, за что я просила прощения, пусть это останется со мной. Ну что ж, а мы сейчас пойдем с вами это упражнение делать дальше. Я беру камеру у Акмаля. И все то же самое... Акмаль, ты понял, да? Да. Все то же самое делает и теперь мой ученик. Только смотри, давай мы с тобой сделаем так. Тебе надо переигрывать. То есть ты лучше переиграть, чтобы нам лучше вытащить твои эмоции. Акмаль не учится на актера, но кто его знает. Вот он взял актерское мастерство для себя. Итак, давай вот еще раз повторим слово «не хочу» и «прости». Ну, сначала давай с «не хочу» начнем. Ставь того человека, кому ты хочешь что-то сказать, что ты не хочешь. Перед камерой ставишь его. Я не хочу. Отлично. Прости. То есть мы просим прощения у кого-то? Можно у своей кошки? Хорошо. Прости меня. Ну-ка, перед кем? Перед матерью. Ага, давай еще раз. Прости меня. Во, классно. Так, идем дальше. Надоело. То есть, что тебе с кем-то там надоело? Может, у тебя постоянно там сахар берет сосед? Мне надоело. Отлично. Супер. Так, я решил. То есть, что ты конкретно решил? Допустим, ты решил расстаться с девушкой. Соответственно, ты ставишь свою девушку. Что я решил расстаться с тобой навсегда. Я решил. Что решил? Не выходить на смену. Ага, кому говоришь? Менеджер на смене. Кому? Менеджеру на смене. А, давай ставь еще раз менеджеру и скажи еще раз. Я так решил. А можешь сейчас не кричать? Так скажи, чтобы он это. Я так решил. Молодец. Вот это вот лучше. Мне больше понравилось. Я был неправ. Перед кем ты был неправ? Можно опять же свою кошку ставить. Может, ее отругал, но ты был неправ. Я был неправ. Ага. Так. С меня хватит. С меня хватит. А сейчас, если не кричать, а сказать так, что как будто у тебя стержень внутри. С меня хватит. Отлично. Так. Это вас не касается. Это вас не касается. А что не касается конкретно? Скажи. Ну, в моей личной жизни. Ага. Кому ты говоришь? На работе коллегам. Выбери одного коллегу, который спросил как раз этот вопрос. Ну, вас же. Нет? Без разницы. Мы всегда берем замену одного человека. То есть конкретика. А когда ты берешь много, немножко сложнее. Давай конкретно возьми вот человека, который подошел и сказал. Ну, слушай, ну и что, как там у тебя дела с твоей там бывшей? Это вас не касается. Тогда можешь сказать сейчас «это тебя не касается». А. «Это тебя не касается». Скажи проще, как в жизни. «Это тебя не касается». А теперь попробуй, чтобы он действительно сказал этот монолог, то есть услышь этот монолог и дай ему ответку. Вот поставь этого человека, потом сделай вот этот монолог, что он как бы тебе сказал. И ты отвечаешь ему. «Это тебя не касается». «Играешь». Играешь. Как в жизни, попробуй. «Это тебя не касается». Молодец. Блин. Ребята, извините, включили кондиционер, будет звук. Такой со звучком немножко. «Я боюсь». Давай попробуем. «Я боюсь». «Чего ты боишься?» «Высоты». «Кому говоришь?» «Себе». «Себе?» Давай попробуем. Ну, представь, что тебя девушка повела на 39 этаж, допустим, посмотреть город Екатеринбург, красивый, прекрасный город. Я боюсь. Ага. Вот видишь, я, когда ты сам себе даешь какие-то предлагаемые обстоятельства более конкретные, то получается и более естественно, как в жизни. Актер же должен быть как в жизни, в кино. Вот. Так, дальше. «Я хочу побыть наедине с собой». Выбери человека сейчас, не торопись. Кому ты это говоришь? «Я хочу побыть наедине с собой». Кому ты говоришь это? «Девушке с собой». Ага. Теперь смотри, теперь скажи так, как есть в жизни. Ты так выделил. «Я хочу побыть наедине с собой». Театр убираем. Ставь девушку и выбери причину, по которой ты хочешь побыть наедине с собой. «Я хочу побыть наедине с собой». Молодец. Так. И... «Я тебя люблю». «Я буду где-то своей кошке». «Пожалуйста». «Я только за». «Я тебя люблю». «Отлично получилось. Супер». Итак, с вами была Лара Шум, коуч по актерскому мастерству. Подписывайся на мой канал, ставь лайк и стань 2010-ым подписчиком на моем канале. Все. Всем успехов, друзья мои, главных ролей. И, наверное, стремление к цели, к своей. И понимать, что когда ты идешь к цели, самое главное, это когда ты идешь. Вот, что-то я тут сумничала, конечно, немножко. Ну все. Всем пока-пока. Всем пока. Спасибо. Всем пока.